Мир вам, братья и сестры! Которые мне рассказывали мои дедушка с бабушкой, и хотя уже и сам имею своих внуков, но те рассказы, которые они рассказывали жизни своей, что пришлось им прожить, пройти и испытать в своей жизни, они навсегда остаются примером веры старшего поколения, которые прошли впереди нас. Я попрошу братьев и сестер, которые будут петь псалом «Славки Господа» 104-й, пройти сюда на сцену, потому что именно этим псалмом мы сегодня будем начинать наше служение. Братья и сестры, проходите. После этого у нас есть возможность всем, кто желает сказать свидетельство. Вы можете или выходить сюда, или выходить за кафедру. Если вам тяжело уйти, скажите, что вы хотите, поднимите руку, я подойду к вам с микрофоном. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь и на всем месте. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь и на всем месте. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь и на всем месте. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь и на всем месте. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь и на всем месте. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь и на всем месте. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь и на всем месте. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь и на всем месте. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь и на всем месте. Пусть Бог благословит сегодня каждого, кто расположил свое сердце, чтобы прийти сюда и быть здесь. И задам вопрос. Вот на протяжении вашей жизни, что вы прожили на земле, были ли у вас моменты, когда вы, оглядываясь на все вокруг, несмотря на все трудности и испытания, которые проходилось переживать, говорили, Господи, Ты возвеселил меня. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Вы знаете, я твердо верю, что человек, который способен восхищаться Господом и Его творением в жизни своей, именно за Него будут сказаны такие слова, как здесь сказано. «Праведник цветет, как пальма, возвещается подобно кедру на Ливане, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя и нет неправды в нем». Вы и в старости способны возвещать и говорить об этом, и мы весьма благодарны вам за тот труд ваш, за служение, за веру, которую вы передаете детям своим и внукам своим. И поэтому, начиная это служение, это собрание, мы хотим призвать нашего Всевышнего Бога, чтобы Он благословил вас на все дни вашей жизни, чтобы Он благословил это наше общение и собрание здесь, чтобы нам в радости прославлять нашего Господа Ему. Слава за все. Аминь. Братья и сестры, вот сейчас вы можете все присесть, потому что сейчас молодые пропоют вам, и слова, которые они будут петь, это будут нам есть, за что благодарить Творца. Вы знаете, я хочу специально, чтобы вы все поняли эту важную мысль, и я обращаюсь к тем, младшее поколение, которое здесь присутствует. Самая большая благодарность, которую мы, младшие, можем иметь сегодня, это за то, что Бог даровал нам вас, старших, что вы преподали нам веру, вы сказали о том, что вы пережили, вы поделились всем тем, что вы имели. И сегодня мы хотим что-то сказать, за что мы благодарны нашему Господу. Не есть за что благодарить Творца. Слава. И вот почему мне хочется любовь. Его сильней и искренней, и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил в небесное жилище. Вот почему мне хочется любить. Его сильней и искренней, и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил в небесное жилище. Душа взывать Христу не устает. Где падала прощенья, просила. Ведь Он питье мне руку подает. Ведь Он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить. Его сильней и искренней, и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил в небесное жилище. Вот почему мне хочется любить. Его сильней и искренней, и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил в небесное жилище. Все от Него и все к Нему идет. Душа поет к небесным отколоскам. На чьи нам стоит. Придет мой дом. И я ноги обниму. Того, кто умер на кресте голгосском. Вот почему мне хочется любить Его сильней, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Вот почему мне хочется любить Его сильней, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Сейчас сестра Люда Санковера расскажет стихотворение Которое так и сказано старцам Такое обращение ко всем, кто здесь сегодня Но вы знаете, вот пока сестра Люда выходит сюда Вы проходите Туда микрофон возьмете Я хочу обратить Можно и сюда, пожалуйста, давайте Я вот так вот буду Стих написал Александр Мотыльков Старцам Старость, старость, немощная старость Пролетела жизнь, как сладкий сон Разделить ли с немощными, с плачущими жалость Поскорбеть ли с ними его ни сон Нет, не буду Знаю я, что старость в Господе Цветуща и сильна Ей чужда духовная усталость Плод слабеет, а душа полна Близостью того, кто напаяет души и сердца Живой водой Кто небесным хлебом их питает И прокрапит на них своей росой Старцы, вы нужны в духовной битве Где решает все не кровь и плоть Где нужны усилия в молитве Чтобы силы ада побороть Полк Иисуса Навина слабея Дрогнул под напором вражьих сил Только по молитве Моисея В том бою Израиль победил Целый день неслися битвы звуки Ни судьба, ни рука бойцов решала спор Моисей в молитве поднял руки Их держали Аарон и Ор Утомляются жнецы и жнецы На просторах жатвенных полей Поддержите старцы и старицы Силы их молитвою своей Враг таранит стены в Божьем доме Чтобы внести смятение и разброд Ищет Бог, кто может стать проломи За Господне дело и народ Старцев Бог молитвой призывает Труд молитвенный – великий труд Кто его здесь на земле свершает Тех на небесах награды ждут Аминь Мы будем петь песню Это 16.03 Будем петь песню Это 16.03 Братья и сестры У меня нет уже родителей И когда я вижу пожилых людей То мне больно на сердце Может быть это служение будут смотреть Я думаю записывается оно То я всем хочу сказать Дорожите родителями Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Пролетят стрелою Молодые годы Истомится сердце Оскорбей, тревоги Отряхлеет тело Ослабеют силы Станет душу мучить Близкий час могилы Счастлив тот, кто может В старости глубокой Вспомнить безупрека А ясне далеко А ясне далеко И ничто не будет Радоваться знанием Овладеет сердцем Горечь и страданье Кто в годах увяджен Видит лишь утрату И не слушает правде Истине и брату Счастлив тот, кто может В старости глубокой Вспомнить безупрека О весне далеко О, друзья, не тратьте Без полезно годы Сейте мир и правду Не сражась невзгоды Помогайте ближним Ободряйте брата Старости, что вспомнить Юность без утраты Счастлив тот, кто может В старости глубокой В старости глубокой Вспомнить безупрека О весне далеко Счастлив тот, кто может В старости глубокой Вспомнить безупрека О весне далеко О весне далеко Для вас это сделать У нас открытое Свободное собрание Мы предоставим Возможность Всякому желающему Только надо быть Очень короткими Четкими В этих свидетельствах У кого есть желание Братья и сестры Смелей Братья Можно Я Давайте Давайте Вы Вы Слава Господу что Бог собрал нас воедино. Ибо Дух един. Но мы каждый раз на своей плоти. Но да благословит Господь всякую душу. Я хочу сказать, конечно, о жизни своей. Господь призвал меня в 16 лет. И даровал Господь силы. Родители мои были неверующие. А мама сказала, куда ты идешь? Пришла Морозова Наташа, Вася Морозов. Говорит, Морозов, пойдем на собрание. Я маме говорю, мама, я иду на собрание. Куда? Не ходи. Я говорю, пойду. Я побежала догонять их. Вы знаете, когда я пришла, я не знала, как молиться, что говорят. Как люди молились, так и я за след. Но меня наполнил Дух Святой. У меня пошло уже на речи, я стала идти. Так я молилась, взывала к Богу. Ну, потом мне брат Петро Жмурко остановил. Говорит, остановите эту девочку. Она, говорит, будет рассказывать везде. Тогда же сажали, по 25 лет давали. Ну, я остановили, но у меня душа не останавливала. У меня дух пламенел. Я когда и шли домой, я просто как-то летела. Так я наполнила была Духом Святым. И потом пришла я домой, мама не хотела дверь открывать. Но все же потом открыла. А брат считал, за субботу, за западе, за свинью нечистоту. Вы знаете, мне сразу все легло. Я думаю, как? Как же я буду? Наши только зарезали кабана. А я говорю, мама, я с вами кушать не буду. И субботу я не работаю. О, еврейскую веру приняла. Не знаю, какую я приняла, но я приняла верою твердую. Субботу не есть мерзость. А мама говорит, что ж ты будешь кушать? Я говорю, стаканчик воды и кусочек хлеба. И вы знаете, мне недавно тоже пришло. В ночи я всегда молюсь, взываю к Богу. И мне обратно пришло. Господи, какие тяжести будут. Дай мне кусочек хлеба и стакан воды. Мне больше ничего не надо. И потом я пошла. Это было в вторник. В среду пошла. Так молиться по реку, думаю, никого нету. Я буду взывать к Богу в посте. Еще не знала, как поститься. И встала, и молюсь. И мне начало уже на речи идти. А мне, ну, конечно, я уже поняла. Враг поднес. А вот за тебя народу много всего на тебя смотрят. А я глянул, никого нету. А молитву украл. Стала молиться, уже молитвы нету. Ну, я пошла в пятницу обратно. Мы на собрание. Мы собираемся почти каждый день. И Господь меня крестил духом. То у меня такой радость и рикование было. И мне кажется, все ангелы вот так присутствовали, когда я Господь крестил духом. И я пела с ними, с ангелами вместе. Вот. И пришла потом домой. И мама сказала, ты уже еврейскую веру приняла. И ночью кричишь по-еврейски. Я не знаю. Мы только легли, я как замолилась духом. А мама говорит, по-еврейски уже и ночью кричит. По какому там было, но Господь благословил. Благословю Бога, что Он дал мне силы до этого дня. Мама сказала на второй день. Она пошла на мельницу, говорит. Пришла, говорит, помашь, побели, покрась, опару сделай. А я ничего не делала. Думаю, суббота, я ничего не делала. Первая суббота. И она приходит и говорит, ах ты, еврейскую веру приняла, ничего не делала. Иди же, мои глаза тебя не видали. Такое я сказала. Вы знаете, как залилось мое сердце, кровью. Я ишла, я быстро сразу на собрание пошла, уже часа два было. Я не ишла просто. У меня слезы лились, и думаю, иду на третий год, чтобы меня никто не видел. Чего я плачу? Они сами лились, не знаю, сколько их было. Потом, значит, мама моя так сказала, но она ожидала на ветер. Я пришла, она в собрание спрашивает. Маруся, что с тобой? Я слова не выговорить не могла. У меня вот так сердце билось и билось. Ну, благодарю Бога, что мама моя, когда я в 20 лет выехала с Киргизии, в Молдавию, мамины глаза меня больше не видали. Потому что далеко было лететь. У меня же двое детей было. И зимой. Только Господь ночью сказал, вижу, мама лежит в гробе. И я обняла и плакала, дорогая моя мамочка, и проснулась. Вот так, видите, можно сказать детям такое слово, что оно упадет на тебя. Никогда не проклинайте, никогда не обзывайте. Никогда плохого не говорите, потом оно может вернуться. Потому что я стала служить искренне Богу. Мне никто ни при чем. Соседи говорят, Маруся, за кого же она замуж будет выходить? А, говорит, идите ее спросить. А мне никто не нужен был. Я искренне служила Богу. У меня только молитва была к Богу. Иду псалом пою. Иду туда выучу, оттуда иду пою. Мне, говорит, о, домолилась уже, здравствуй. Мне, говорит, а вы мне никто не нужен. Я только любила Господа, только что с молодых лет не было Библии, не было Ивангелии. Там где-то пойду, даю роков на мельницу. Вот там уже читаю, брат объясняет. Вот это мое было желание, радость. Но благодарю Бога сегодня много Библии улежать. И благодарю Бога, что дает мне сил еще читать. Я и до 12 читаю. И бывает до 10 пока спать не схожу. Благодарю Бога, что он не оставляет. Он помогает. Сколько пришлось пережить, перенести. Ну, Господи, я не оставлял. Мне вот это недавно было, слова и шли. Кто говорит, злословить вас, меня злословить. Поносить вас, меня поносить. Говорит, и я всегда в печали, всегда с тобой пребывал. Но ты меня не видела. Я всегда духом с тобой пребывал. Я благодарю Господа, что он не оставляет. И вот было мне в 2012 году ночью. Я уже и забыла листочки. Записываю, в Библию кладу. Записываю, кладу какие. Идет слово. Оставишь все и улетишь, как птица. В небо в духе вознесешься. А на земле все будет хуже и хуже. А дети будут непокорны, еще хуже. Но ты, народ мой, стой твердо, не подражай ни правде, ни греху, ни на миг. Так я сейчас и братьям говорю, особо вам и нам всем. Потому что мы представим при лице Божьем. А Бог судья праведа, у Его нет лицеприятия. Он смотрит на сердце, каков ты, как ты поступаешь, как ты жизнь ведешь. И потому пусть Господь благословит каждую душу. Много пришлось в жизни перенести. Вот девять детей. Сколько молитв, сколько слез. Один только Господь знал. Я когда вот сейчас с сыном поехали, похоронили. 64 года вот ему. И я говорю, Господи, мне бы надо умереть. Но воля Твоя. Внучка похоронил еще в Молдавии. Мужа похоронил в Молдавии. А здесь зятя похоронила. А теперь говорю, Господи, сына поехали в Джамбул, чтобы похоронила там. Господь повелел, знаете, я не думала ехать. Дети говорят, мама, куда вы поедете? А я говорю, поеду. И мне голос, мы вечером собрались. Ну, плакали, вызывали к Богу. И я иду, только до дивана дошла. Говорю, своим присутствием почтить. Своим присутствием почтить. Два раза такое слово. Благодарю Бога, чтобы почтили. И благословит так же. Желаю каждому сердцу, каждой душе быть верным, твердым до конца жизни. Я всегда говорю, Господи, а может, что я не так сказала? Может, подумала? Потому что я сказала, брехунов я не любила с малым. Не любила клеветников. Я общение с ними не хотела иметь. Если услышала, кто-то передал, я подхожу. Ты почему не правду говоришь? Ах, да я-то слыхала. Слыхала, почему не правду. Все, ты мне больше, я тебя знать не хочу. Кайся и больше не делай. Я с такими друзьями уже обходила их подальше. Так Господь вас всех благословил. Надо всегда, когда-то у нас брат научил, если ты услышал, пойди спроси, так или нет. А этого нету. Только одна, когда сестра подходит, сестра Мария, прости. Я говорю, да я на тебя ничего не имею. Прости. Ага. Высказала свое мнение, свое негодование. Я говорю, пусть тебя Бог прощает, я прощаю. Но пусть Господь простит, потому что явимся при лице Божии. Ни один не уйдет от лица Его. Да благословит вас Господь всех и поможет. Вот, расскажу вам, хотя это стих, может, знаете. Мне говорят, ты постарел. Друзья, не старать в мою дело. Могу верить в этом я, я не старею никогда. Стареет хижина моя, но эта хижина не я. Тут седеют волосы, так что ж, седой советник и хороший. Слабеют ноги, ну так что ж. Прошла их резвая пора. Трясутся руки от того, что мало сделали добра. Неясно, говорят, уста. Так вот, слушайте о Христа. Когда же кончится мой путь, которым долго лет живу, тогда предстану пред Христом, в небесном радостном раю. И отдохну от всех, я делаю, докажу, не постарел. У меня душа никогда не стареет. Мама, это было на день рождения в 82-м году. 82 года было, мама сейчас 88. Милая мама, мама родная, пусть годы летят чередой. Я с днем рождения тебя поздравляю с букетом цветов за спиной. Ты звана небесной, царской Марии, свет Божий всегда над тобой. Спасибо, родная, что в жизни всегда ты пред Богом взывала с мольбой. Всегда берегла нас, родная мамуля, и в сердце хранила любовь. Много страданий ты пережила, к Иисусу идя вновь и вновь. Горячие слезы ночами ты лила, и нас наполняла добром. С нежной заботой ты нас растила, чем отплатить за любовь. Мама Мария, духовная мама, для многих была ты в пути, и никогда душой не кривила, и нас поднимала. Иди, как ты умела и вдохновенно ко всем могла подойти за такую маму с большим благодарением. Обращайся к Богу, благослови. Чудный свет Божий коснулся Марию, это был с неба призыв. Голосом нежным призвал наш Спаситель с шестнадцати лет мне служи. И лишь одну юную леди призвал Господь с этой семьи. Мама ее выгоняла из дома. С еврейской верой, куда хочешь иди. Глаза, чтоб мои тебя не видали, вдруг вырвалась из груди. Маму свою дочь очень любила. Ну что ж, далекой дорогой пришлось ей идти. Юное сердце слезами залилось. Дороги не видит она впереди. Что с девочкой этой, скажите, случилось? С тревогой спросила семья. Кого-то с улыбкой в дверях принимают. За этой же дверью кричала душа. Всегда она маме своей помогала и никогда ей нет не отвечала. Задумалась вечера. Встану пораньше для печки на жну камыша. Брюнец и ромашку. Все собирала она. В этой округе все удивлялись, что умной, проворной была. Если уж кто-то хотел веселиться, без нашей Марии им никуда. Увидев ее, друзья оживлялись на улице, в доме, всем голова. Во всем этом ей помогала могучая Божья рука. Время пришло нашей паре жениться. От жизни вкружилась их голова. Чудесный младенец должен родиться первый сынишка Илья. С большим нетерпением этого ждали. И радость пришла к ним с солнышком ясным в зимнее время 9 января. Дни проходили, годы летели, и возрастала семья. Радости, горести вместе делили. Не унывала душа. Любые края они колесили. Потом все вместе отца хоронили. Сегодня отозвал покой. Господь отозвал покои святые. Прожил наш отец почти 72. Мама с детьми улетела только в другие края. Конечно, в Америке жизнь иная. И вот нашей маме чуть больше. Пусть будет всегда душа молодая. И крепким здоровье, хоть и года. Еще раз сегодня тебя поздравляю, милая мама, мама моя. Всех мамов поздравляю. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Учит нас Священное Писание. Был хороший пример, показан нам. Я принесу вам, Сестра Мария. Этот вопрос меня развлекал часто. И я не могла умолчать. Потому что мы приняли субботу, узнали о субботе только с этого времени, что я хочу рассказать. Это произошло так, что отец мой, мы сами запорожские, а брат в кровом руку жил злаковый отцу моему верующий брат. И он говорит, приехал мой старший брат с Германией, его послали в Криворожские шахты работать, трудармию. И вот он написал отцу письмо, что вернулся Роман Савыч, живой дома, но начал праздновать субботу. А он очень чтил день воскресенья. Он даже не мог подстригать карандаш в воскресенье. Так он чтил. Оказывается, он проехал и начал субботу соблюдать. Отец до Библии въехал туда. Оказывается, брат Роман Савыч соблюдает субботу. А почему он начал соблюдать? Он в жизни нигде не служил, его рука в локте больная. А при немцах он был заведующим фермы. И его заставил немец изгнать скот Германию. И когда он гнал скот, окружали их, окружили русские, уже захватывали окружение всех, кто потекал в Америку, то есть в Германию, их окружали русские. И на глазах, говорит, моих стреляли сами себя полица и председатели. А я, думаю, кто меня спросит, спросит, кто я был. И в ожидании смерти он решил зайти в пустое здание и стал молиться. Господи, в чем я виновен? Ты прости меня, помилуй меня. И вдруг явился перед ним человек. Он упал лицом на землю. Потом он заговорил, человек этот, он поднялся и что он говорит? Третий раз говорю тебе, избери жизнь или смерть. День мой субботний я не заменил воскресенье моим. Если бы я заменил, то какое было бы нарекание от ангела в верхангелу на имя моё? Потом сказал ему, ему, как поступать по седьмой заповеди с такими. дело в том, что если рассказать покороче, дело в том, что отец выслушал это, потом основание писания потребовал на основание писания и оказалось, что писание говорило, что подтверждало больше о субботе. Дело в том, что отец мой предложил собери всех просветеров, он был старшим там епископом. Он собрал в окружности всех просветеров, собралось 25 душ просветеров в доме Солодко, кто слышал, может, кому это не нравится, но это было. Собрали просветеров, и он рассказал, говорит, что видели мои глаза и что слышали уши мои, я все расскажу. Ну, после той беседы они вложились спать на пол, бо приезжие были в окружности города. И что, отец мой собрался на велосипеде и уехал до ваня вообще жития, там же в Крамуроге, а все остались там спать. Ну, их нашелся человек, который заявил, и их окружили машины, забрали всех братьев, забрали и судили им без суда, и следствие дали по 25 лет. А отец несудимый его не застали на месте. Дело в том, что получается друзья мои, что ж это такое не хотят слушать Слово Божие. Если вы не верите этому сказанному, который сказал, так вы поверьте Слову Божию, ведь основание Писания от самого начала указывает о субботе, что суббота есть, говорить о том, что творец вселенной и все окружающим это сотворил Бог, суббота говорить об этом, кто творец. То, что я хочу сказать, мы с тех пор вся семья наша, мы начали соблюдать субботу, вот, главное. А, что хочу пару еще сказать за отца, отец, будучи еще пятидесятником, его арестовали, забрали, в 33 году он сидел в тюрьме. И как они издевались, это ужас. Сам не знали, чем уже домучить, чтобы человек отказался. говорить, что же это у тебя за Бог, что ты так за него страдаешь. А говорит, говорит, мой Бог, моему Богу нет ни начала, ни конца. А они говорят, как так? Есть ему начало? И конец ему есть? Нет, каже, вы мне скажите, пожалуйста, во вселенную, сколько, то есть, что за луной? мы видим луну, знаем, что здесь возле нас воздушная, как кажут, воздух, атмосфера, а за луной что? Без безвоздушное пространство, а за безвоздушным, 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 а еще за безвоздушным, нет конца, вот так говорит, отец, вот так моему богу и маму нет ни начала, ни конца, так что знайте, что богу нашему нет ни начала, ни конца, спасибо. Благодарим, благодарим сестра Мария, вы знаете, друзья, вот особенно благодарность за то свидетельство, которое вы говорите, что за субботу это одна из заповедей божих, но в наши дни сегодня особенно у младшего поколения очень часто возникают разные вопросы, сомнения, тревоги и очень хорошо, что вы свидетельствуете о том, как вы это приняли, как вы это уверовали и как вы твердо соблюдали это все. Давайте мы сейчас прослушаем стихотворение сестра Валя, у вас есть, пожалуйста, если у братьев есть свидетельство, скажите мне об этом, пожалуйста, просто сели потом. когда-то мы пели в молодости псалом мы стоим теперь у брега на краю большой реки ожидаем перехода, чтобы на родину войти и вот на эту тему у меня небольшой стих когда закат над речкой догорает и певчих птиц смолкают голоса и я природу эту созерцая грущу о том чего вернуть нельзя грущу о том что сделано так мало и что спешат к закату мои дни что прежнего здоровья уж не стало преследуют болезни лишь одни грущу о том что жизнь промчалась мимо словно на быстро скачущих конях что радости так мало в жизни было прошла она в болезнях и в скорбях грущу что старость в двери постучалась хотя душа как прежде молода и прежней бодрости уж не осталось и как вода бегут мои года и лишь в одном нашла я утешение что господа узнала я теперь и нет душе моей уж сожаления господь открыл мне благодать и дверь хвала тебе дивный мой спаситель что путь спасения верный указал что возлюбил нас грешных искупитель что нас избрал что нас к себе призвал благодарю тебя я мой спаситель ты жизнь за нас свою не пощадил своею чистой и святую кровью нас искупил очистил осветил очистил оправдал всем нашим родителям всем нашим старшему поколению что Божья милость Божья любовь она есть простертая над нами поэтому об этом и будет петься этот псалом отталом 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 Попы и мамы, родные вы наши, Трудный проделали путь. Но вы с годами все краше и краше, Хоть и устали чуть-чуть. Были они просто, терпели невзгоды, Богу дорога трудна. Вас увенчало за долгие годы, Словно венец седина. Ах, седина, седина! Вас украшает она. Ах, седина, седина! Вам она Богом дана. Ах, седина, седина! Ах, седина, седина! В книгу Христову записаны ваши имена. Вот собрались ваши дети и внуки, Жизнь, будто чаша полна. В сердце нет места печали и скуки, И не страшна седина. Дружно вы встаньте и все на колени, Вера молитва сильна. Богу воздайте хвалу в песнопеньях, Господа славь седина! Ах, седина, седина! Ах, седина, седина! Вас украшает она! Ах, седина, седина! Вам она Богом дана! В книгу Христову записаны ваши имена. Были страдания, тюрьмы гонения, К вечности путь непростой. Но вы все чаще склоняли колени, Славя Творца всей душой. Папы и мамы, Град крепко ваша вера, Власть вам от Бога дана. Нас наставляйте и будьте примером, Благослови седина! Ах, седина, седина! Ах, седина, вас украшает она! Ах, седина, седина! Вам она Богом дана! Ах, седина, седина! Ах, седина, седина! В книгу Христову записаны Ваши имена! Ах, седина, седина, седина! Слава Господу! До этого места нам помог Господь. Я вспоминаю 90-й год. Я не буду говорить много, потому что это длинно. А здесь, в Америке, мы приехали в 90-м году. Уже будет, если дожить, март месяц 21-го, 28-го лет. И начинали служение с Божьей помощью. Мало было. Семей было, 7 семей всего. И начали служение. Господь нам помогал. Здесь, наверное, есть братья, которые начинали помогать нам. Вас, апостолит, и другие там некоторые. Нас было мало. Но Господь помогал нам. Слава Господу! Слава Господу! А уже теперь много, во сто крат, и Господь умножил. Слава Господу! И мое желание, молитва за наших братьев, за Давида, за других, чтобы Господь их благословил, укреплял. Потому что в наше время здесь свободное дал Господь, чтобы это было свободное время для Слава Господа. Потому что в наше время братья, пожилые, сёстры говорят, а мы говорить правду боимся об детям, будем врагами. Братья и сёстры, пожилые, не бойтесь говорить правду детям своим, внукам своим. А в наше время уже очень много вот этих компьютеров, этих телефонов. И там молодёжь теряет время, туда Библии не читают. А там эти телефоны, в этих, и время было приятное. Мы там жили при коммунистах, там было гонение, молиться. И Бог помиловал, там нас хранил. А жизнь дал свободу нам, свободу дал. Братья и сёстры, брат Давид, так же и Винокуровы, и все другие. Молитесь за братьев, молитесь. Господь Духом Святым напоминает, напоминает, учить молодых, семьи, молодёжь. Время очень опасное. Дал нам, Господь, свободу, но эта свобода для многих служит не в священии, а в улучшении плоти. Плоти одеваются по-мирски, по полугонаге ходят. Учите своих сыновей, дочерей, молите за них. И вот моё желание. Вам благословение, братья и сёстры. И каждый, кто трудится с сыновей, дочерей, братья и сёстры, проповедников, пресвятеров, благослови нас, Господь. Каждому быть на страже молитвы, Господь. И до этого места помог нам, Господь. Слава Господу! Я радуюсь, радуюсь, что Господь умножил. Да умножил его тысячу раз еще больше. Но будешьте и молитесь, ибо ураг не дым не спит. Но Господь дарует милость, смиренным, благодать. Молитесь и благослови вас, Господь. Благословение. Брат Василий, благодарим. Ваши слова много значат. Пусть Бог благословит. Благословение. Благословит. Я у вас молюсь. Псалом проповедь. Братья и сестры, действительно, то, что сейчас говорил брат Василий. Я приехал чуть позже, не в 90-м, в 91-м году. И действительно, еще и тогда это была небольшая община, которой мы вместе служили и прославляли Бога. И вы знаете, что приятно? Что сегодня мы вместе, брат Василий, можем быть здесь и славить Господа. Пусть Бог благословит. Сейчас пропоют псалом снова, а потом брат Василий будет. Старайтесь все чуть короче, чтобы всем места хватило. Быстро, очень быстро дни бегут, Словно тучи черные плывут. Голову покрылась седина. Старость мне напомнила она. А седина, жаль, что видна. Я так мало-мало потрудился для Христа. Я так мало-мало потрудился для Христа. Был я молод, но не знал Христа. Господа, Господа не славили устам. Бог, как и разница, не знал Христа. Я так мало-мало потрудился для Христа. Я так мало-мало потрудился для Христа. Лучше с юных лет познать, чтобы жизнь земная не прошла. Без труда для Господа не жить. Надо с юных лет ему служить. Ах, седина, жаль, что видна. Я так мало-мало потрудился для Христа. И теперь не молод, знаю я, Не вернется молодость моя. Нет труда, но милость только в нем. И хотя седой, но за Христом Ах, седина. Жаль, что видна. Я так мало-мало потрудился для Христа. Я так мало-мало потрудился для Христа. Брат Василий, пожалуйста, братья и сестры. Пока брат Василий выходит, у нас ко всем старшим поколению есть предложение. Предложение это будет следующее. Вас сегодня больше, а молодых очень мало. Но вот в субботу вечером здесь намного больше молодых. И мы предлагаем вам вот в эту субботу вечером провести наше вечернее собрание. Занять место вместо хора всем нашему старшему поколению. Поделиться свидетельствами, пропеть псалмы, которые у вас на душе есть в сердце. Так что предложение у нас открыто для вас. Вот в эту субботу, ближайшие, вы можете провести вечернее служение. Брат Саша, ведущий эту неделю, пожалуйста, откликнитесь на это. Мир вам, братья и сестры. Это наше цветущее, цветущее поколение. И я просто от души, от всего сердца преклоняюсь перед старшими. Мне самому 71, но я имею еще отца. Вон он сидит, мой дорогой отец. Мать мы похоронили. Три года прошло. Это был наш лидер, наша мама, которая привела нас всех девять детей к Господу Богу. Сколько она потрудилась, сколько она помучилась. Я помню ее молитвы, когда она умоляла Бога за отца, чтобы отец принял заповеди, чтобы отец стал служить Богу. Он был в то время мирской. Я был еще малым. Дело-то было пять-шесть лет. Мне. Но она ночами молилась. Я помню, разбудит меня, как старшую. Сестра вот за мной, Валентина. Падаем, дремаем. Она часами стоит и молит, просит Бога. И вот брат Тодосий пришел. Кто его знает? Довгань. Брат Тодосий. И сказал ей о заповедях. Она приняла заповеди. А что сделать с пищей? А то там свиня же была такая откормленная. Что с ею делать? Ну, слава Богу. Утром встала, свиня сдохла. И так было решено дело. Она нас учила, чтобы мы соблюдали заповеди. Чтобы мы любили Христа. Всегда, чтобы мы пели. Вы знаете, сколько было и горя, и беды. Сколько я перенес, тоже было. Но почему-то я не знаю, это в душе заложено. Заложено, я не знаю, его я не могу. Как сказать, я благодарю Бога. День и ночь у меня звучат псалмы. Я день и ночь, я просыпаюсь. В любое время ночи у меня какой-то псалом крутится, как магнитофонная лента. Это то, что вложила нам наша мать. Я благодарен ей. Благодарен отцу, который меня спасал. И сам погибал, и меня спасал. Это было в 60-м году. Мы оба замерзали. Я так замерзал, что... Вы знаете, старшее поколение, что это были за года. Не обуться, не одеться. Я, вот, семья большая. Мы так замерзали. Отец не мог с меня керзовые сапоги снять, оторвать от ног. Так ноги примерзали. Я отмораживал ноги. И я благодарен нашему отцу. Благодарен вам всем, старшему поколению, которые сегодняшний день говорят детям о заповедях, о том, чтобы они служили от чистого сердца перед Богом, чтобы ходили в страхе пред нашим Творцом. Это то, что я желаю, чтобы было передано нашему поколению. Я смотрю, сейчас мои друзья под стеночкой вон сели, вон там. Уже силы не хватает говорить. Уже нету. А я бы желал, чтобы там брат Сергей, кажется, сидит, и брат Василий, чтобы они тоже сказали, какое свидетельство. Но я иду за им. Еще, слава Богу, Господь мне дает, как сказать, силы. Я могу петь и славить Господа. Это что у меня день и ночь, всегда оно есть в моей душе. Благодарность также брату, братьям, брату Василию, вот брат Василий Штефани сидит. Мы вместе с ним начинали здесь служение в Америке. И Господь благословил. Сколько сейчас церквей, посмотришь, сколько народа сейчас здесь, все славят имя святое в день субботний. Это то, что было первое. Я когда-то думал в своей жизни, думал, только там у нас есть где-то верующие люди, субботу сохраняют. Но на сегодняшний день я был и в Аргентине, и в Ургувае был. И там люди славят. И там, благодаря Богу, круглосуточно идет слава Богу. Я бы много рассказал. Мать учила нас, чтобы не прилагать сильно старания к этому земному. Приходилось и мне, вот как братья говорят, что всегда славить и петь Бога. Не знаю я, почему и почему оно такое было. Было у меня время, я лишился имения, лишился дома, всего лишился из-за заповеди дня субботнего. Но какая-то была у меня все равно радость души. И все равно я пел. Хоть грустные песни, но я все равно пел. Да благословит Господь наше поколение молодое, которые вот сегодняшний день помоложе, которые занимают эти места, чтобы служить Богу, чтобы они передали так же своим детям, как родители наши передавали нам. Я много бы сказал, но на этом закончаю. Еще раз большая благодарность всем, кто расположил себя, чтобы прийти сюда сегодня. Я попрошу, чтобы сейчас пропели псалом такой, который в минуту жизни трудно. Вижу, брат Саша. После этого, вот сейчас пока наши молодые готовятся к этому псалму, после этого у нас будет брат Александр, после этого мы прослушаем псалом из Иова 19 главы, о если записаны были, а потом брат Сергей скажет коротко еще нам тоже свидетельство. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. И сила благодатная зазвучит слов живых, и дышит непонятная святая прелесть сними. И дышит непонятная святая прелесть сними. С души как время скатится сомненья далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. И верится, и плачется, и так легко, легко. Минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. И сила благодатная зазвучит слов живых, и дышит непонятная святая прелесть сними. И дышит непонятная святая прелесть сними. Брата Александровна, пожалуйста. Пыталось настроить детей. Начался голод в 1947 год. И мои два брата И сила благодатная и она избрала путь. Пошла к реформистам, побила там некоторое время. Просто так изо дня в день приходила, беседила, чтобы там остаться. И мама пришла домой и говорит с сегодняшнего дня, и говорит, Господь крестит. Есть пророчество, есть вид, которые Господь проявляет. И мне было тогда, в 1948 году, мне было 10 лет. Но это был 10-й только, конечно, потому что осенью мне исполняется как день рождения. И вот началась школа. И мы стали ходить на собрания, стали соблюдать субботу. И однажды брата Ивана Хребтьевского, он здесь, отец, шел с района мимо нас и зашел к нам. Просто говорит, я зашел посмотреть, как вы живете, все ли у вас хорошо. И говорит, дайте помолимся. Господь через него действовал. Он имел дар пророчества, имел видение. И когда преклонили колени, Господь через него проговорил, ему открыл Господь, что из того семейства моего дяди семейство и моя мама вместе со мной пришли как раз в одно время к соблюдению заповедей. И он считал нас за одну семью. И говорит, из вашей семьи мне Господь открыл, что твоего сына Господь будет крестить Духом Святым первого. Слава Господу! Оно так через несколько лет исполнилось. Это был 1954 год, 18 сентября. В субботу, в вечернем богослужении, Господь меня крестил Духом Святым. Слава за это, Бог наш! И вот с тех пор Господь помог нам хранить субботу. И даже через скорби, через трудности, через испытания Господь проводил нас. Но слава Богу, Бог помогал нам хранить святые Божьи заповеди и эту святую субботу. И хочу сказать для всех, кто моложе. У премудростя Иисуса Соломоновой в 6 главе есть один такой стих. Ибо свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому найдут оправдание. Друзья мои, братья и сестры, кто моложе, храните святое свято, ибо святое, хранящие святое освятятся. Я не раз, когда первый раз прочитал этот стих, и я ставил себе противоположный вопрос. А если не хранить святое святое, я освящусь? Я сам себе отвечал, нет, нет. Поэтому святое храните святое, чтобы освятиться, чтобы плодом нашим была святость, а конец жизнь вечная. Да благословит всех вас Господь! Пожалуйста. Иова, 19 глава. Пройдите, братья. Сейчас. Продолжение следует... Желание пропеть слова, записанные в книге Иова, Иова. Действительно, когда вы слушаете все эти свидетельства, каждый из нас, наверное, думает, что если бы каждый мог рассказать все то, что мы видели в жизни, или отцы наши рассказывали нам, можно было бы записать большую книгу, и вот Иов говорит, если бы записаны были слова мои. Вы помните эти слова, мы их поем, и хочется напомнить это слово, действительно, чтобы... И там очень твердо звучит уверенность, и в своем убеждении он говорит, а я знаю. Так вот, чтобы наша вера перешла из этого состояния, когда мы верим, может быть, сомневаемся в чем-то, но перешла наша вера в то состояние, в котором человек может твердо сказать, я знаю, в кого я верю. Да благословит Бог! О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были, а не в книге, а не в книге, резцом железным соловом, резцом железным соловом. На вечное время на камне вырезаны были, на камне вырезаны были, а я знаю, а я знаю, Искупитель мой жив, и он, и он, и он, в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей, узлю Бога, узлю Бога, я узлю Его сам, я узлю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, увидят Его, и стаивает сердце моё, и стаивает сердце моё, и стаивает сердце моё, в груди моей, в груди моей. Слава Богу! Благодарим за пение, пожалуйста. Мир вам, братья и сёстры! Мир вам, братья и сёстры! Всё хорошо, свидетельствуем, да? Но жалко того, что молодых нету. Мы друг-друг. Это хорошо, но были бы молодёжи и слушали, как проходили родители, деды. Я буду коротко. Мне, во-первых, тяжеловато говорить. Привезли этапом меня в строгий режим. В то время я был на общине, но общий он есть общий. А там, вон, он нехай крутит. Но начальник там был очень строгий, еврей. И вот он мне говорит, начальник режима, и оба, они мне твердят, 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 что не будешь работать, тут мы тебя сгноим. Тут мы тебя вот сгноим. Понимаешь? Свободы не видать. Ну, давили-давили, я коротко буду. Но вижу, что так будет. Раз они так говорят и давят, и я тоди потерял уже, что я свободы не видать. Они к этому ведут меня. Я тогда сказал Богу, Господи, если моя жизнь такова, и тут она кончится, да будет воля Твоя. Дай силы устоять, и больше мне ничего не надо. Вот. Бог помог. Там сел, все. И когда я тебе сказал Богу, 23 года. Мне на сердце стало так хорошо и приятно. Все легко, ничего мне не надо. Спаси душу мою и все. И они, тогда, что я сейчас хочу сказать. Есть Христови слова. Он в одном месте говорит так, что не забудьте, когда вас поведут к правителям. Что говорит, Дух Святый даст на разум. Другое место он говорит, не забудьте, что говорит, Дух Святый будет говорить. Вот. Первое, что Дух Святый даст на разум, я испытал в Молдавии, когда первый раз посадили. А вот, когда Дух Святый говорит, это вот в этот момент. Ну, я пришел домой. Жене не приезжай, свиданку не дадут. Все хорошо, я жив, здоров, не переживайте. И все. Ну, жена у меня такая, что беспокоится. И она приехала. Приехала. С работы иду за угол, так там. Она стоит. И рад, и не рад. Думаю, ну что приехала. Ну, не дадут же, не дадут свиданку. Да. Денег нету, у матери живет. Ну, приехала. И меня завели к начальнику. Пол шестого. Пять. З работы пришли. Коротом. Пол шестого завели. А несколько минут девятого я оттуда вышел. Вот. Там, что говорилось, рассказывать не буду, но вот это время, там они меня перетирали. Позовите жену. Позвали ее. Она стала так сзади, в сторонку. Он ей, правда, быстро, наверное, минут десять. Он ей. Вечитал, что ты его не увидишь. Тут мы его знаем. Тут и вон свободы не видать. Ага. Так раз, раз, раз и вечитал. Все. Вот. И. Говорил. Как он ей. Даю два часа свиданку. Надзиратель будет присутствовать. Есть. Слухаю. Ага. Он кончил ей говорить. Открылися уста у меня, ничего не думал, я лишь слухал. И говорил ему, гражданин начальник, таким свиданком я не нуждаюсь. А если бы она пришла меня уговаривать, пусть едет домой, забудет за меня. Развернулся и у двери толкнул там конвою в сторону. И я пошел и думаю, господи, ну что я сказал. Я же не обдумывал ничего. И уже молюсь не за себя, а за нее. Господи, дай, чтобы она не обиделась. Чтобы поняла, поняла мою обстановку, поняла все. И не обиделась. И уже по зоне иду в мараг, и молюсь, и молюсь за нее. Ну когда устрились мы уже после, он дал свиданку, уже все на этом. То она говорит, я все поняла. Поняла и не обиделась. Ну, дорогие друзья, больше я карцера не видал. Были большие проблемы, еще рассказывайте. Ну, карцера я больше не видал. Более посвящие другие, что я его первоспитаю, я то. Он говорит, не спеши дать слово, а сделаешь, похвала будет. Дорогие друзья. И что, что Бог везде выходит на встречу. Оттуда же, с их совета, мне говорят, вечером, шалосовод, просто поднимал он там. А утром, понедельник, був капитал, следующий барак там. И он меня переносил. Так и так, и так он говорил, держись, говорит, будет давить. Благодарю, говорит, все. И так, когда Дух Святый сказал, кончилось, карцера я не видал и освободился. Тот пытался в карцер посадить, а он говорит, нет, он свое взял. А там кончилось. Слава Богу. ПОЁТ 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 Отец, он искренне служил Богу, это действительно был настоящий верующий человек, богобоязненный, и вот он говорил при всех детях, когда я умру, напишите эти слова из Иова, А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восстановит распадающуюся мою кожу сию, и мои глаза узрят его. Братья и сестры, как я понимаю, служение подходит к концу, и мы пропоем эту песню, и эта песня, я думаю, уже не для пожилых, более для молодых. Умчались безвозвратно дни вчерашние, Одни следы оставив за собой, А в них вопрос звучащий без пристрастия, Чем мы встречаем Господа с тобой. Пока не прекратились дни погожие, Спешите, ведь откладывать нельзя, Спешите сделать что-нибудь хорошее, Во имя Господа, мои друзья. Спешите ободрить душой уставшего, Для блага ближних жертвуя собой, И пламенные искры сердца вашего, Зажгут в других большой любви огонь, Пока не прекратились дни погожие, Спешите, ведь откладывать нельзя, Спешите сделать что-нибудь хорошее, Во имя Господа, мои друзья. Быть может, тяжкой ношей обессилены, Ваш брат одаревает жизнь ведьму, Вы сделайте что можете посильное, Чтоб стало легче хоть чуть-чуть ему, Пока не прекратились дни погожие, Спешите, ведь откладывать нельзя, Спешите сделать что-нибудь хорошее, Во имя Господа, мои друзья. Сердечное у счастья бескорыстное, Полно душевной нежной теплоты, И ваша доброта, и ваша искренность Помогут ближним счастье обрести, Пока не прекратились дни погожие, Спешите, ведь откладывать нельзя, Спешите сделать что-нибудь хорошее, Во имя Господа, мои друзья. Слава Богу! Все вместе. Пока не прекратились дни погожие, Спешите, ведь откладывать нельзя, Спешите сделать что-нибудь хорошее, Во имя Господа, мои друзья. Слава Богу! Братья и сестры, я приношу извинения, Но я обещал поварам, которые готовят кушать, Что к двум часам мы закончим здесь собрание. У нас всего по программе, Которые хотели петь две псалмы, Которые не смогли мы дать место. Но вы знаете, в том зале тоже можно петь. Поэтому мы будем возможность задать им, И говорить дадим возможность. Но сейчас брат Саша закончит наше собрание. Братья и сестры, я прочитаю два стиха, Но прежде чем я начну читать, Я хочу всех служителя. Кто здесь в зале служитель? Выйдите на сцену. Сегодня брат Василий сказал к нам, Служителям, что мы ответственны, Что мы должны следить за народом, Что мы должны помогать народу спасаться. Спасать и себя, спасать и их. И я попрошу всех служителей с разных церквей, Мы здесь, но мы все ответственны за души людей. Я прочитаю сперва для вас старцев, Кто в зале. Здесь нужда поступила с Павлова Анюта. Она на этой неделе упала, она живет в Мизури. Упала 96 лет и сломала бедро. Или сделали операцию, или будут делать. Но очень тяжело переносит. Внуки пишут, помолитесь за нашу бабушку. Мы будем вспоминать за всех больных, И конечно за сестру Анюту. Для вас я прочитаю один стишок, Который Сирахов написал о Халеве. Два брата такие были ревностные, Как мы пропели Псалом, Что что-то сделать хорошее. Вот эти два брата, Иисус Навин и Халев. Они пошли посмотрели землю, И только говорили, земля хорошая, Мы сможем, мы победим. И за то, что у них был такой дух, Смотрите, как написал Сирахов о Халеве. И дал Господь Халеву крепость, Которая сохранилась в нем до смерти, Взойти на высоту земли, И семя Его получило наследие, Дабы видели все сыны Израилевы, Что благо следовать Господу. Вот Сирахов написал, Что вот он сделал этот человек. И весь Израиль увидел, Что благо служить Господу. И мы сегодня слышали эти свидетельства. И для нас, служителей, Я прочитаю другой стих, О котором написано о Финиесе, Который тоже был служителем Господа. И о нем Сирахов написал так. Это очень важный сегодня стих для всех нас. 31 стих. Да даст нам Бог мудрости в наши сердца Судить народ Его справедливо, Дабы не погибли благо их, И слава их пребывала в роды их. Как мы нуждаемся, как здесь сказано, Чтобы была мудрость, Чтобы была мудрость, чтобы никто не погиб, Чтобы благо Господа не погибло. Мы давайте будем молиться. Мы, как служителя, мы благословим вас. А вы благословите нас. Чтобы поесть, никто не погиб. Но все имели спасение. Мы слышали это свидетельство спасения. Есть такой псалом, даром дается, Но он и не даром. Оно зарабатывается, Чтобы остаться верным. Как Халеву сказано, За то, что Халев, Свидетельствовал о Слове Господа, Что мы пойдем, мы победим. Господь дал ему крепость, И дал зайти на землю ту обитованную. Пусть Господь и нам сегодня всем поможет Спасать и спасаться. Аминь. Братья и сестры, давайте мы благословим, Как мы обычно делаем это в субботу вечером, Благословим всех вас. А вы благословите, как брат Саша уже говорил нас, Как когда-то заповедано было сынам Ароновым, Чтобы благословляли народ всеми словами. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим И помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя И даст тебе мир. Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Присядьте все немножко братья и сестры. Мы сейчас хотим сделать фотографию. Для этого там надо все убрать в рядах. Миша и кто-то это сделайте это. Братья молодые. Там в рядах вот все что лежит надо чтобы убрали там на этом. У меня есть ко всем вам к старшему поколению такое предложение. Я думаю что кто-то знает кто-то не знает. Но много лет тому назад в Таджикистане в городе Ригар была большая дружная церковь. И они пели очень красиво псалмы из Библии. И есть у нас такие диски. Если кто-то пожелает приобрести. Вот брат Миша подойдите к нему. Он вам даст это пение из Библии. Где поет Николай Чегрин, Павел Гантюк и Екатерина Гантюк. Кто знает таких которые они очень красиво хорошо пели. Вы можете вот брату Миши подойти и спросить его. Он вам даст такие диски. И вы можете дома слушать прекрасное пение из Библии. Ну а сейчас мы попросим всех пройти чтобы сделать опять фотографию на память. В прошлый год вы давали фотографии. Там висит в коридоре. Если может кто-то не был, кто-то не брал. То вы ко мне подойдите и я вам дам такую фотографию. С прошлого года? Это нет это 2014 год. 2014 год. В прошлый год мы все не делали. Так что посмотрите. Если у вас нет такой, то подойдите. Я вам дам. Умея Чегерин. Умея Чегерин. В этом году мы все не делали. Я вам дам. Умея Чегерин. На 100 градусах. Умея Чегерин. Умея Чегерин. Умея Чегерин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok